Ты абсолютно правильно говоришь. Представляешь, солдаты, которые смотрят репортажи наших СМИ, которые месяц транслировали о том, как разбегаются от нашей армии нацисты-наркоманы, а жители встречают цветами нас, солдат. И вот я просто на связи с некоторыми военными нахожусь оттуда, я не могу их называть, естественно, но они мне рассказывают, как встречали их цветами. Когда они кинуты были в колонны на прорыв, у них было на три дня питание, которое быстро закончилось, и они превратились фактически в формирование, которое собирает пищу по окрестностям. И как одна украинская бабушка накормила солдат, и 8 двухсотых уехала домой, они рассказали. Это надо понимать, что никто там особо никаких иллюзий и никакого понимания вот этого русского мира не испытывает. Там никакой этой идеи, которую Путину докладывали за бесчисленное количество миллиардов, мы ее там принесли и нас там все ждут, никакого подполья большого, значительного, которое там вот прям пришло и тут же там вышло на митинг встречать там освободителей, нет. Вот у нас был зал Братеева, гуру фитнес, он был весь в знаменах ДНР, там владельцы этого зала, совладельцы, они были из ДНР. И эти флаги, когда началась спецоперация, быстро сняли. Мой вопрос, а что у нас произошло? И на что этот человек, который был абсолютно пророссийским, мне сказал, а у меня, говорит, папа в бомбоубежище в Харькове сидит, я вам это мразям не прощу. Я так говорю, о, как все изменилось-то у вас здорово-то сразу. И весь вот этот пророссийский настрой, он почему-то очень быстро с падающими бомбами исчез.